Берия Хочу коротко рассказать неизвестную историю из жизни Берии, которая случилась в далеком 1924 году в Тбилиси. Хотя Берия считается главным палачом СССР, но послушав эту историю, судите сами. С ноября 1922 года Лаврентий Павлович, начальник секретно-оперативной части грузинской ЧК, в это время Берия был очень молодим. Многие вышепоставленные товарищи доверяли ее из Москвы, и авторитет среди грузинских полшебников у нее был огромный. Сергей Арджоникидзе был близким другом Лаврентия Берия и крестным отцом ее сына, Сергоберия. Да-да, именно крестным отцом. Нас всегда учили в школе, и сейчас модно говорится, что все большевики были атеистами. Но это не так. Были среди них такие, которые верили в Бога, но они верили по-своему. В современном обществе Лаврентия и Павловича Берия обвиняют в массовых репрессиях сотни тысяч человек, в число которых вошли ряд русских ученых и выдающихся интеллигентов того времени. Та обидует такое мнение, что Берия расстреливал только русских ученых и интеллигентов. Даже тогда, когда он не имел никакого отношения в высшей правящей среде, его в центральную власть и он пришел только в 1938 году. Никто не говорит о том, что такие расстрелы и репрессии проходили очень в ужесточенном форме и в других союзных республиках. И в том числе в Грузии, в родине Берии. После прихода советской власти в Грузии, за 20-е и 30-е годы было расстреляно огромное количество грузинских ученых и интеллигенции. Большая часть знатных и незнатных людей пропали тогда без вести. И все это сейчас приписывают и грузинские историки Сталину и Берию. Как только в Грузии была установлена советская власть, большевики приступили к массовое чистое общество от нежелательных элементов. По донесениям, массово арестовывали и даже без суда и следствий расстреливали иногда прямо на улице знатных и простых граждан. Тедо Сахокья Известный грузинский писатель и деятель. Родился в 1868 году. После окончания Мартвельской духовной семинарии учебу продолжил в Твилийском духовном семинаре. С 1886 года сначала училась в Жирневском университете, а потом учебу закончил в Парижском Сорбонском университете. Сперва он в Париже работал зам редактора газеты Грузии, а в 1916 году вернулся в родине. Будущий молодой писатель в 1918 году с радостью встретил независимости в Грузии, но радость ее была коротким. В 1921 году в Грузии была установлена советская власть. После мятежа в 1924 году ее арестовала ЧК. После обыска в квартире нашли антисоветские стихотворения. Все это перенесли в ЧК, возбудили дело и вынесли приговор, расстрель. Тело врага народа Тедо Тимотевича Сахокия исследовал 29-летний безграмотный чекист Силибистро Васадзе. Он даже не умел нормально читать и писать, но зато был известным мастером питки. Питать этому палачу Тедо не понадобится. 56-летний Сахокия сам подписал протокол допроса, что эти антисоветские стихи он сам написал. Приговорили к расстрелу и ее перевели в подвал, в камеру для присужденных к расстрелу. В этом подвале еще находилось 30 арестованных, а рядом с Сахокия в том же камере сидел еще один приговоренный к смертной казни, 18-летний Ладо Махарадзе. В квартире Ладо Махарадзе нашли коллективную фотографию правительства независимой Грузии. 25-летний Лавренти Берия, начальник секретно-оперативной части грузинского ЧК, заинтересовался делом Сахокия. Он лично не был знаком с ней, но читал повести Сахокия в газете «Иверия». Берия считал, что ООН делает важное национальное дело. Пересмотрел, изучил ее дело. Позвал к себе в кабинеты чекиста-исследователя Силибистро Васадзе и потребовал привезти Сахокия в ее кабинеты. Сам Сахокия так вспоминает это дело. Когда в камере зашел, исследователь подумал, что сейчас поведут на расстрел. Конечно, повальновался, но когда посмотрел в углу камеры, как сидел 18-летний Ладо Махарадзе, вдруг как-то позабыли о своем несчастье. Подошел к нему, похлопал на плечо и постарался подобрить ее. «Все вишни все видят и все слышат, и нам поможет», — сказал я ему. «Когда в кабинете у Берии зашел, только тогда понял, что пока меня не хотят расстрелять. Берия показал пальцем на стул, и я туда сел. Он посмотрел на меня, и вдруг на менгрельском языке стал со мной разговаривать, чтоб исследователь не понял, о чем мы говорим. Мегрелья или менгрелья — историческая и субэтническая область в Западной Грузии, населенная менгрелами. У менгрелов есть свой язык, как и у сванов. Берия сам менгрел, и, конечно, этот язык знал хорошо». Сахоке в своем рассказе рассказывает, что Берия с ним обратился по-менгрельски и сказал, «Сейчас ты по-грузински скажешь, что тут написано все неправда, и эти стихотворения не твои. Скажи, что просто нашел ее на улице». А на старый протокол потом подписался, что побоялся питок. «Я точно так же, как он велел, сказал по-грузински». Потом Берия повернулся к исследователю и поругался с ним. «Взял старый протокол, мои стихотворения, и сжег их чугунном печке». Составили новый протокол и перевели в тот же день в другом камере. На второй день утром неожиданно для него вообще освободили. Перед освобождением Сахоке попросил Берию пересмотреть дело 18-летней Махарадзе. А на следующий день из 30 приговоренных к расстрелу 19 вообще освободили, и в том числе Махарадзе. К 10-м было заменено приговор-расстрел на тюрьму несколько лет, и расстреляли только одного. Этот человек убил два чекиста. Писатель и научный деятель Сахоке еще долго жил и подружился с Берией. А исследователи палача ЧК Силибистро Васадзе в том же году расстреляли за вредительство и измены родине. Вот так вот, друзья. Здесь я хочу прервать свои рассказы об неизвестных истории, и если вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и это будет для меня стимулом, чтобы найти более интересные факты и рассказать вам в следующих выпусках. Продолжение следует...